Всем доброе-доброе утро! Сегодня 14 января 2023 года и мы с нашими чихуашечками гуляем. У нас очень-очень веселая, активная прогулка. И, конечно же, мы все вас поздравляем с наступившим Старым Новым Годом, пожеланиями всего самого наилучшего, доброго, светлого, исполнения всех ваших желаний. И пусть мир будет во всем мире, и исполняются все добрые желания каждого доброго человека. У нас все отлично и замечательно. Вот так весело играют детвора. Одно удовольствие наблюдать за их веселой игрой. Инга, Ялтуся, Семушка, Иса. Так, здесь у нас кто? Собачки гуляют не все. Оказалось, что у Анжелы пока течки нет. Ну, наверное, скоро будет. Поэтому она гуляет со всеми. Да, да, да. Петрушенька веселушенька играет. Этот беленький, этот короткошерстный мальчик с Лёлей. Вот так у нас весело. Лавушка, ты что уже не бегаешь? Юляшка. Многие спрашивают, куда мы пропали. Мы никуда не пропали. Теперь все видео будут только под настроение моё снимать специально. Очень сложно. Поэтому вот я сейчас стою, улыбаюсь, пью кофе. Бросила уборку, потому что не улыбаться, когда вот такое веселье происходит. Мне захотелось поделиться с вами. Это красавица Омега. Девочка с лиловым носиком. Ей 4 месяца. Вот такая веселушенька. Пристает к Купидону. Ты умеешь гавкать. Малышка в поисках папочек и мамочек. Самых ответственных и лучших. Это наш красавец-чемпион. Из всех чемпионов. Вот такой красавец. Елисей. Это внучка его Гермиона. Молочная мама. Вот они вытворяют. Вон Юля. Так приятно наблюдать, когда играют именно детвора, само собой, а взрослые. Это просто милота. И если кто-то вместе со мной улыбается, когда просматривают наши видео, это и есть радость. Ай, грязные лежаночки в стирку. Марусенька заняла место. Вот такая вот она красавица. Смотрю на своих Чихуахуай и кайфую. Вот она. Посмотрите, какая шикарная девчонка. Взрослеет ей. В начале марта будет год. Акса. Купидон, ты чистый. Конечно же, у нас шикарная новость. Красавица Лили добралась до своей мамочки. Только что мне мамочка Ольга отзвонилась с огромной благодарностью перевозчику, которому мы очень благодарны. Который со всей ответственностью доставляет наших малышей в разные точки страны нашей огромной. Это ответственная работа, которая настолько сложная. Мало того, что дорога, животные, за которыми нужно убирать, следить, кормить, выгуливать даже. Маленькие породы не выгуливают наши породы, а едут и большие породы. Поэтому и взрослые собаки едут, поэтому и выгуливают. Вот. Поэтому на высшем уровне Ольга была очень довольна доставкой. Опять же, конечно же, в наш мир сейчас все люди мобильные. Но самое лучшее, это, конечно, за собакой приехать самим. Мы всегда, пожалуйста, добро пожаловать в Симферополь, в Крым. Сейчас, конечно, сложно немножечко. Но у нас ходят поезда, пока не летают самолеты. Ходят автобусы, ездят машины. Пожалуйста, приезжайте и саморучно забирайте из нашего питомника своего щенка, которого вы купили. Но также мы пользуемся доставкой. Нужно понимать, что собаки едут, конечно же, в специально оборудованной машине. Это клетки, это не лежаночка с бантиком розовым сверху. Это я всегда стараюсь объяснить. Собака едет в тепле. В машине очень тепло зимой. Летом кондиционер. И собака едет обязательно всегда раздета. Без какой-то амуниции. Без каких-то одеял. Только пеленка, миска с водой и едой. Погрузушка может быть не опасная, такая, как у нас. В мерах безопасности, чтобы собака не удушилась, не запуталась ни в чем. Поэтому это нужно учитывать. Так, ну что, еще хорошая новость. У моей сестренки английский испанели. Все подписчики об этом знают. И Хан нашел свою семью. И вчера уже был в Краснодаре. Поделюсь видео из нового дома. К чему хотела сказать, что не бойтесь, не бойтесь брать подрощенных собак. Не только Чихуахуа, но и испанели. Вот ему 7 полных месяцев. И прекрасно. Детки в семье среднего возраста. Да, может быть около 10 лет. И прекрасно малыш вошел в семью. Как говорится, было бы желание. Готовая собака. Поэтому я всегда с большим удовольствием предлагаю подрощенных щенков Чихуахуа. В нашем случае это, ну как подрощенные. Вот он, пожалуйста. Завтра 5 месяцев исполнится Исаврию. Вот он, мраморный, сверху прыгает. Красавец. Это наш Семушка, который был на выставке. Ему 6 месяцев почти. Почти 6. 24-го. Семик доминирует. Он не хочет жениться, как многие могут подумать. Так девочки тоже делают. Наша Ялтушечка, которой 5,5 месяцев. Длинношерстная, мраморная. Красавица. Рядом ее папа стоит. Это сестра по папе. Петрушенька, которому 5 месяцев. Красавчик. Гурзуфик, которому 5,5 месяцев. Вот такие у нас красивенные собаки. Всего у нас 9 мальчиков и 2 девочки, которые в продаже на сегодняшний день. Из них вот мальчишки. 5 мальчишек достаточно уже. Те, которые выросли. Вот он, смотрите, Гурзуфик. Прекрасный мальчишка. Все привиты, чипированы. С документами. Стоимость теперь уточняем только по телефону. Больше стоимости я называть в видео не буду. Я называю ее в каждом видео. Все равно переспрашивают. Поэтому под каждым видео есть мой номер телефона. Который привязан. Вайбер, ватсап, телеграм. Пожалуйста, звоните. Спрашивайте. Не забывайте указывать свой город. Цель приобретения собаки. Для меня это очень важно. И имя щенка. Которого вы хотите. Не надо обводить на видео кружочком собаку. И спрашивать. Потому что вот среди вот этих всех собак. Большая часть это наши собаки. Которые не продаются. Щенки уже подросли. И в 4-5 месяцев они выглядят как взрослая собака. Но не так мужественно, скажем. Вот, пожалуйста, Елисей. Которому 3,5 года. И рядом стоит Гурзуф. Которому 5,5 месяцев. Конечно, Елисей атлет. А Гурзуфик еще возмужает. Но он уже вырос. И больше он не будет. Гурзуф это вот этот черный. С подпалами. Как нарисованный мальчик. Ушки у него уже стоят. Но я еще их фиксирую. Чтобы все было ровненько. Насколько складный красивый ребенок. Без единого дефекта. Без каких-либо недостатков. Ищет папочку и мамочку. Стоимость. Уточняем еще раз. Больше стоимости я не называю видео. Потому что это только для обсуждений. Каких-то терок. Что, почему. Кому собака нужна. Тот понимает, сколько она стоит. Цены у меня средние. Достаточно в питомнике. Самые на сегодняшние дорогие. Это мраморные. Но не зависит от окраса. Все зависит от собаки. Дешево на зоорынке. И на авито вы можете найти. Я профессиональный заводчик. С хорошим стажем достаточно. С опытом. У меня есть образование кинологическое. Я профессионально подхожу к разведению. Стараюсь улучшать породу чихуахуа. И в связи с этим, если вы обращаетесь в питомник. Вы должны понимать, что бесплатно здесь не будет. Вчера очень интересную слушала Задорного. Люблю, обожаю Задорного. Как фон включила. Пока мы весь вечер проводили новогодний. Старый Новый год с нашими собачками. Как мне кто-то написал. Внимания им, конечно, не хватает. Может быть, собачка та, которая живет одна. И пока вы целый день на работе. Ей внимания не хватает. Я со своими собаками. И они со мной проводят абсолютно все время. Но только когда они спят. И то ночью спят со мной. И вот вчера мы вечером, весь вечер с дочкой были. С нашими чихуашечками. Со всеми. Взрослые и дети. Ну, кроме тех, кто с течкой. И слушали Задорного. Прошу прощения, пью кофе. И мне так понравилось. Вы знаете, да? Кто слушает Задорного. Знает его эти лекции. Как их там правильно сказать. Концерты. Вот. Значит. Что наши русские слова. Их можно все расшифровать. Очень интересно получается. И оказывается, слово. Мне это вообще очень понравилось. Бесплатно. Бесплатно. Я прям вообще точно. Бесплатит. То есть, когда вы хотите бесплатно. Знаете, что за вас заплатит бес. И делаете выводы. Вообще просто. Просто меня вот прям восхитило. Восхитил этот перевод. На самом деле, так оно и есть. Вот. Ну что. Все собачки наши веселятся и играют. Исоньку пачкают. Грязно. Ну, у нас достаточно тепло. Ночью у нас был ноль. Сейчас я посмотрю. Около пяти градусов тепла. Но гуляем. Гуляем. Веселимся. Пока собаки бегают, играют. Мы гуляем. Если вот они стоят, дрожат, то будем заходить. Анжела у нас, как всегда, показатель, насколько на улице грязно. Да? Наш пудель Нептун. Влюблен в нее Анжела у нас с бантиком. Бантик ей в нее долго не держится. Баженушка наша красотулечка. Мамочка деток. Так что не теряйте нас. Не нужно писать мне, куда вы пропали, что случилось. Ничего не случилось. Видео я снимаю. Да я и раньше снимала. Только по своей прихоти. Сами понимаете. Прийти и специально начать снимать. И вам неинтересно. И у меня не всегда настроение есть. То, что мы живем с нашими собаками и сутками занимаемся ими. И я, и мой муж. Но это не говорит о том, что я должна это показывать круглосуточно на камеру. Я думаю, многие бы, наверное, захотели смотреть, как мы живем. Но я думаю, что я, наверное, один из немногих заводчиков, которые так подробно показывают жизнь, как она есть. Не на розовых, скажем так, подставных лежаночках. А так, как вот она есть. Грязные-грязные. Вот так, как мои собаки живут, так я и показываю. У меня нет специальных лежаночек для съемок. То есть вот у меня собаки-щинки сейчас растут. В новых, мягких нам Дед Мороз принес лежаночках. И старенькие те, которые у нас были. Я их просто меняю. У нас белые пеленки. Есть цветные. Пожалуйста, все меняю. Все кладу. Почему? Потому что я живу с ними. Я захожу. У меня щеночки растут сейчас у дочки в комнате. Она говорит, мам, я смотрю и любуюсь. Сегодня, кстати, был такой прикол. Нашим щенкам 22 дня. И Валентия ела сухой корм. Она лежала в миске и ела. Но они уже ходят немножко. Пудель! Нептун слез! Да. Уже попробует себя. Конечно. Анжела твоя невеста. Естественно, да. Нептун у нас жених Анжелы. Все уже прекрасно поняли. Заниматься разведением мальтийской баллонки я не планирую. Да, Нептуха? Это тем, кто спрашивал. Мы просто любим Анжелу. Да? Ну, обратный чих. Давайте, ребят, еще раз. Всегда, когда собака делает обратный чих, стараюсь показать, чтобы вы знали, что чихуахуа непосредственно. Многие породы, у которых стоп 90 градусов, что такое стоп, смотрим, да, в интернете, рассказываю каждый раз, делают обратный чих. Это абсолютно здоровое состояние собаки. Это никакая не болезнь. Не надо бежать никого оперировать. К сожалению, все чаще и чаще я сталкиваюсь с тем, что врачи сразу лечить, оперировать. Что вы сделали с ушами нашего Семы? Извините, тот, кто хочет найти болезнь в своей собаке, он обязательно найдет. Не забывайте, это как человеческие врачи. Приди сдавать анализы, искать себе болячки. Вам обязательно найдут какой-нибудь кистул, какой-нибудь здоровых, в принципе, организмов идеальных в природе нет. Но найти, от чего полечить, особенно животное, чем мне всегда становится жалко и владельца. И особенно, больше всего мне жалко не владельца, а жалко животное, которое, как очень часто стало встречаться, мучают ветеринарные врачи. У нас был прикол недавно, тоже, это выпускник не нашего питомника, но наше разведение, тоже нашего кобеля, собаку, повели в ветеринарную клинику. Я не помню, по какому поводу, но ветеринарный врач у него нашел пара анальные железы и сказал, что они ему передались по наследству. Типа, ах и ох, оказывается, пара анальные железы есть у каждой собаки. И хочешь, не хочешь, они имеют право быть и существовать. И это не индивидуальный случай, как они рассказали владельцам, которые нужно чистить. Если собака на правильном питании, то чистить их совершенно не нужно. Они самоочищаются. Ни одной собаки в нашем питомнике мы не чистим пара анальные железы, мы просто правильно кормим собак. Питание это вообще залог здоровья, это и так понятно любому живому организму. И любое угощение и баловство, неправильный подход к питанию, череватый. Такой маленькой породии, как Чапуахуа, нарушить ее здоровье очень быстро. Поэтому будьте внимательны. Смотрите мои видео, которые есть в плейлистах. Нужное, важное. Там про питание я рассказываю настолько подробно. Ну а каждый владелец моего выпускника получает полную консультацию, которую я, по моей рекомендации по питанию, содержанию. Пожалуйста, будьте внимательны. Так, Бажена, нельзя ему уши кусать. Ой, все, мы так красиво стоят уши, в окно смотрю. Так, нельзя. Тянут его за уши. Бажена подошла, жует ему уши. Что это вот это за игры? Да. А также не занимайтесь бесконечным лечением собак. Собака захрюкала, закашляла. Все, бегут, антибиотик пичкают. Капают капли в нос, в рот, в глаза. Ребята, любое лечение, как и неправильное питание. Собаку может настолько усугубить ее состояние. Просто нужно понимать, что с собакой произошло. Для этого нужно быть просто внимательным владельцем. А также существую я, заводчик. Если у вас что-то произошло, не стесняйтесь обратиться ко мне, как к заводчику. Не стесняйтесь. Ну и тоже так, в пределах разумного, что некоторые прям совсем не стесняются. И в праздники, и в ночь. Но в любом случае я всегда стараюсь понять, помочь. Потому что люблю вас и очень хочу, чтобы наши выпускники вас радовали еще раз. И прекрасно знаете, все, кто ко мне обращается, я всегда стараюсь помочь, подсказать. И опять же, и по стулу, и по питанию, и по каким-то там нюансам, которые происходят. Ну все, давайте будем заканчивать. У меня стоит уборка. Все хочется больше и больше показывать. Это вот Маруся. Это наш Семушка. Красавчик. Просто невероятный красавчик. Малыш, можно сказать, теперь уже шоу-класса. Ему почти 6 месяцев. 24 января исполнится 6 месяцев. Но он не продается в питомнике. Мне очень хочется, чтобы собака была приобретена. Не просто как племенной производитель. Да, пожалуйста, я не против. А в первую очередь для любви, для обожания. Да, так же, как и его сестренка Ялтушка. И дружочек, братишка Семушка. Семушка и Гурзуфик. Так, все будем заходить, потому что я смотрю, когда собаки останавливаются, они могут замерзнуть. Что вы там наделали? А, это Петруша и Иса. Вот наши белые собачки. Что мы тут нашли? Какой-то уголек. Выплюнь. Купидон. Орех. Вороны носят шкарлупки. Вон, кидают на мае. Собаки заняты. У нас грецкий орех растет только по соседству. Постоянно собаки таскают грецкий орех. Ялтушка. Уже вон, мальчишке лапы поднимают. Да. Как красавец Вернисаж. Боже, вот это все. Вот это все, что он вырос. Мелкий стандарт. Крепкий, коротенький такой весь. Лилова подпалы. В поисках папчика и мамочек. Вот он, красавец. Снимаем макросъемкой, поэтому... Бывает, проскакивает кадр. Так, не Нептун, а Купидон. Давай мне сюда этот орех. У меня руки заняты. Рука замерзла. Держу телефон. Нептуха, ты такой грязный. Сыти, что делать? Бажена! За уши. А потом, что уши упали у моей собаки? Потому что за уши тягают. Инга играет с Тёмой. Вот так вот весело и мило. Мраморята мои красивые. И ты боже. Все, ребятки, всем пока. До новых видео, до новых встреч. Пусть исполняются все ваши самые заветные желания. А это красавец Петруша. Я его сзаду уже путаю с Елисеем. Гляньте, какой. Он, конечно, толстун еще тот. Петрушенька. Смотрите. Без единого дефекта. Пять месяцев. В поисках папчик и мамочек. Документы РКФ. Продается достаточно недорого. Без единого дефекта. Пожалуйста, бери, люби, стандартный, крепенький. Не огромный. Да, кстати, хозяюшка Ольга Лилечки сказала, говорит, я думала, что она будет небольшой. Но она такая маленькая. Как всегда, камера очень сильно увеличивает размеры. И это понятно. Все. С уважением. Люблю, обнимаю. Домашний питомник Чихуахуа Кастропула. И я его владелец. Екатерина Ковалева из города Симферополя. Добро пожаловать в мир Чихуахуа Кастропула. Если вам хочется приобрести щеночка именно в нашем питомнике, по телефону под видео. Плюс семь девять семь восемь семьсот сорок пять восемьдесят шестьдесят два. Обращайтесь. Вайбер, ватсап, телеграм. С уважением, люблю, обнимаю. И только всем добра, любви. И самого-самого наилучшего мира.